Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы находимся в студии телекомпании ЗГЛТВ, и сегодня у нас в гостях на передаче «Я горжусь своей страной» народный артист России Герард Васильев. Здравствуйте! Добрый день! И заслуженная артистка России Жанна Жердер. Здравствуйте, Жанночка! Для меня, давнего вашего поклонника, величайшая радость сегодня с вами встретиться и поговорить на аудиторию наших телезрителей, поговорить о вашем творчестве, очень жизнерадостном, активном творчестве, потому что оперета – это совокупность, симбиоз вокала, танцев и великолепной хореографии, и музыки, и, конечно же, драматургии. Скажите, пожалуйста, вот в этой области жанра всегда ощущался этот задор, вот эта радость, мироощущение зрителя и участников этого действия на спектаклях в вашем театре. Вы уже много лет практически играете в театре. Вот остается эта атмосфера до сих пор и в наше время? Конечно, потому что жанр определяет эту атмосферу. Ничего другого. И зрители так же и смеются, и плачут, и аплодируют. И смеясь, с улыбкой плачут. В общем, все в порядке у нас. Все как у людей, да? Конечно. Жанна, вы работаете в театре «Московская оперета» уже много лет. Скажите, когда впервые вы вышли на сцену этого театра, и сколько вам было тогда лет, если это не секрет? Что вы ощущали тогда? Еще студенткой четвертого курса Гнесинского училища я была приглашена на роль Годл одной из дочек Теви в мюзикле Джерри Бока «Скрипач на крыше». И вот с тех пор я работаю в театре. Сейчас, в этом году, точно так же мы с Герардом Вячеславовичем привели свою студентку Олю Белохвостову для участия в спектакле «Золушка», премьера которого должна состояться 24 марта. То есть произошла преемственность поколений, да? Своеобразная. Можно сказать, да. Скажите, вам надежно с таким мужчиной, как Герард? Конечно, разумеется. А в чем надежность выражается? Телезрителям наверняка интересно, по каким критериям такая очаровательная женщина выбрала себе мужчину. Ведь это не секрет, что не мы выбираем женщин, а они нас выбирают мужчин. Ну, наверное, это все-таки обоюдно как-то происходит. Но я думаю, что каждой женщине хочется иметь рядом с собой рыцаря. У меня такой рыцарь есть. Как случилось, что вы стали вот такой дружной семьей? Ну, тоже благодаря театру. Благодаря театру, благодаря нашим общим интересам, благодаря, может быть, разности характеров, наоборот. Понимаете? Ну, жизнь, она ведь как определяется? Если две половинки яблока... Плюс и минус. Попробуй, попробуй объяснить, почему это. Говорят, женщина выбирает мужчину тогда, когда он в окружении красивых женщин. Тогда только вот замечает. Ну, бытует такое мнение. Вы с этим согласитесь, нет? Нет. Вокруг герарда столько красивых женщин, столько лет и на сцене. Ну, наверное, всё-таки критерии какие-то другие. Да. Я думаю, что в каждом случае по-разному. Да. Прежде всего, наверное, интересы, да, вот, жизненные ваши? Ну, любовь есть любовь. Тут даже, может быть, не интересы. Любовь взяла полюбившей козла. Нет, ну, тут, может быть, даже и не интересы. Никто не обещает. А просто между людьми пробегает какая-то искра. Люди понимают, что они, там, один человек понимает, что не может жить без другого. Тогда они соединяются. Вы издалека начали к этому вопросу подбираться, вместо того, чтобы прямо сказать, как это у вас так случилось, получилось, что вы стали вместе. И поэтому мы так же деликатно издалека вам отвечаем. Понятно. Признаю, что перед нашей встречей я прочёл вашу книгу, роли, которые нас выбирают. Это своеобразные откровения, и я считаю, что потрясающее биографическое произведение. Там все этапы вашей жизни, от детства на севере, суворовский период, офицерское училище, становление на профессиональной сцене. Скажите, вот эта военная часть жизни вам помогает в вашей актёрской деятельности? Ну, конечно. Конечно, конечно. И иногда я говорю, что это были лучшие годы моей жизни. И иногда с какой-то грустью меня спрашивают, а что же получается, что теперь у тебя такая плохая жизнь. Я, на самом деле, один раз, только совсем недавно на эту тему задумался. Дело в том, что, конечно, та жизнь была беззаботной, потому что это была молодость. Это было детство, юность была. И, кроме того, какая-то грустинка пробегает, потому что потеряны, уже ушли из жизни мои товарищи. По, как бы сказать, по боевому взводу, по учебному. Вот ушли. И кто-то ушёл своей, так естественно, кто-то погиб на полях сражений, потому что они были военными. Я знаю, что вы очень рано остались без родителей. Кто были ваши мамы? Да, мои родители были метеорологами. Собственно, оттуда произошло моё имя. Вот Герард. Потому что в 14 веке существовал такой картограф Герард Меркатор. Кстати, есть карты России, ещё начерченные им. А самое главное, что он придумал определённую систему создания карт. Ну и мои родители думали, что я тоже буду метеорологом, допустим. И поэтому дали мне это имя. Да, во время войны они погибли. Мне понравился ваш тезис. Главное в этой жизни быть нужным. И тогда ничего вам не страшно в ней, в этой жизни. Тогда всё прекрасно. Вы так и придерживались этого тезиса. Для актёра вообще, и это может подтвердить каждый актёр, я считаю, востребованность. Мы знаем много актёрских судеб, когда после активной востребованности наступал период затишья. И тогда актёры, как говорится, некоторые ломались и погибали. Поэтому главное, конечно, это востребователь, нужность. И тогда всё прекрасно. Человек работает, думает, творит. Ещё один принцип у вас, что музы не терпят суеты. Вы никогда не суетитесь. Мне понравился этот тоже тезис ваш жизненный. Тоже он у вас остался по сей день. Суеты и в творчестве, и даже в жизни. Потому что вот позавчера спешил, боялся, чтобы Жанна не опоздала на репетицию в театр. И брился, и вот порезался, и до сих пор эта отметка ещё никак не заживает. Значит, надо было спокойно, привычно работать и бриться. А вот я подсуетился немножко и получил рану. Ну, главное, чтобы не душевную рану. Это всё... Да, а насчёт душевных ран, когда какие-нибудь операции случаются, или вообще физические боли, я говорю, это всё чепуха. Потому что ничего тяжелее, чем душевная боль, ничего не бывает. Конечно. Ну, вот лично я, имея около 20-летнего стажа семейной жизни, знаю, что всякое случается в жизни. Бывает ли у вас разногласия, как вы выходите из этого положения? Они наверняка бывают. Поделитесь секретами нашими телезрителями. Разногласия. Да. Но мы с Жанной договорились таким образом, что если мы что-то обсуждаем, у нас разногласия случаются чаще всего на творческие темы. Но если мы что-нибудь обсуждаем, у нас расходится мнение, то у нас есть право вето. Каждый имеет право вето, да. Вот Жанна скажет нет, и я говорю, окей, всё в порядке. Или наоборот. Замечательный пример для подражания нашим телезрителям, кто сейчас смотрит. Потому что можно же спорить до бесконечности. У каждого своё убеждение, у каждого свои аргументы. Своя точка зрения. Если он скажет, нет, всё, я обдумал, всё, всё, мне кажется, что этого делать не следует. Нет, так поступать нельзя. Всё. Ну, а исходя из семейной статистики, кто чаще уступает? Ну, по-разному, в зависимости от времени, года, настроения и прочих, и обсуждаемого вопроса. Нет, ну, я скажу честно, скажу уж так, что чаще всего, по-моему, говорю я. Хорошо, пусть будет так, как тебе кажется. Да, сила мужчины в том, что он уступает женщине. Возможно, наверное, не знаю. У вас очаровательная такая жена, талантливая жена. Скажите, вы её ревнуете? Конечно, но она не должна этого знать. Ага, ну, будем считать, что Жанночка не слышит этого. Она не должна этого замечать, вот так, скажем. Может, она вот, я уже однажды как-то публично отвечал на этот вопрос. Сказал то же самое, но, тем не менее, стараюсь, чтобы она этого не замечала. Скажите, у вас был опыт режиссёрской работы, кроме актёрской, в вашем родном городе Горьком, да? Да, да, ну, родной, потому что я оттуда, как бы, мои родители оттуда родом, и там я учился в Суворовском училище, и там все мои дорогие, почти все мои дорогие могилы, да, город Горький родной. Я знаю, что все талантливые актёры, а вы, без сомнения, талантливые актёры. Спасибо, да. Примеряют, как бы, сюртук режиссёра иногда, даже теоретически, мысленный, про себя, а иногда фактически. Вот вы примерили практически однажды этот, как бы, режиссёрский образный сюртук на подмостках Горьковского... Да, Горьковский театр оперы и балета, да, был такой дел. Как закончилась вот эта вот эпопея? Да и закончилась, ну, ведь критерии оценки работы разные. Ну, критерии оценки, по-моему, около 20 лет шёл этот спектакль. Около 20 лет этот спектакль шёл в театре. Это самый лучший критерий, по-моему. Доказательство. Продолжительность жизни спектакля. Ну, сам я, конечно. Тем более, как бы, не в столичном театре, это в столичных театрах, вот у нас, допустим, «Летучая мышь» в постановке Георгия Павловича Ансимова идёт уже 35 или 36 лет. А в провинциальных театрах это большая редкость, чтобы спектакль шёл так долго, потому что город, естественно, меньше, меньше приезжих, и зрители не придут на уже знакомый спектакль, на котором они бывали, если он не понравился. Значит, понравился, если 20 лет ходили. Да, но хотя, конечно, это был очень полезный опыт, потому что, честно говоря, я всю жизнь примеряю, как говорится, мундир командира и мундир режиссёра. Вот так уж меня воспитали в Суворовском училище. Но это был очень полезный опыт, хотя очень многое не удалось. Самое главное, что эти неудачи я увидел и, так сказать, принял их во внимание. Ага, ну, мне кажется, вы теплите надежду, да, осуществить какую-то новую режиссёрскую работу? Ну, конечно, я всякий раз, каждый день что-нибудь режиссирую. Режиссирую наш быт, домашний, так сказать, всё, что угодно. Конечно, есть определённые наименования, которые я уже много лет мечтаю осуществить. Но в последнее время роли актёра, режиссёра, менеджера, продюсера, они, как говорится... Переплетаются. Да, меняются местами при создании важности, при создании спектаклей. И теперь, допустим, продюсер – это очень серьёзная фигура в процессе создания спектаклей. Поэтому меня в последнее время даже устраивает и эта роль. И мы с Жанной создали уже несколько спектаклей в антрепризе своей музыкальной, при фонде, при нашем фонде по сохранению и развитию жанра оперетты. И Жанна выступала как режиссёр, а я выступал как продюсер. То есть человек ответственный за всё, за материальное обеспечение, за творческую... За художественную часть. За художественную часть. Это даже как бы важнее. Ну, как говорится, предоставится случай постановки. Я с удовольствием это осуществлю, потому что я знаю, как это надо делать. А тот первый режиссёрский спектакль – это была оперета Кальмана «Морица», да? Да, «Морица». У вас, я знаю, изумительный малыш. Ну, хорошо. Каждый родитель и люди считают, что... У каждого родителей малыш изумительный. Малыш изумительный. Когда вы почувствовали, что станете мамой, кого вы желали больше? Значит, когда почувствовали... У меня не было приоритетов. Не было, да? Нет. Вы не отдавали... Если, ну, как Господу Богу угодно было, так и получилось. Ну, да. Нет, ну, конечно, мы уже знали, там... Нет, ну, это потом уже знали. Сколько времени, да. Потом узнали, потому что сейчас настолько техника, так сказать, совершенно, что можно увидеть, кто это – мальчик или девочка. Во всяком случае, мальчика очень можно отличить. Мудрые ответы, да. Да, а так вот мне Жанна рассказывала, когда она была на просвечивании, там две медсестры, лаборанты, врачи обсуждали. Она говорит, кто это, кто это? Нет, нет, да ты посмотри, ну, конечно, мальчик. Ну, все будет. Когда Жанна мне это рассказала, я порадовался за него. И за себя тоже. Как истинный, да, мужчина и отец. Жанночка, вот вы очень занятой тоже человек, но если у вас появляются свободные денечки, как вы отдыхаете? Мы не отдыхаем. У нас последние, по-моему, уже лет пять, такого просто не было. Ну, как-то все время, понимаете, у нас работа плавно перетекает одна в работу другую. Допустим, очень часто я прихожу со спектаклей и занимаюсь журналом, который мы выпускаем. Каждые два месяца. Каждые два месяца. Очень часто мне приходится после спектакля ночь сидеть и, допустим, редактировать или писать какие-то материалы для журнала. Или, допустим, вот целое, все лето я писала стихи к мюзиклу «Золушка», который вот сейчас должен выйти в Московском театре «Оперетта» и делала сценическую редакцию Шварца. Да, пьесы Евгения Шварца. Киносценарии Шварца, да. А так, в основном, все силы сейчас отбирает вот наш новый ребенок. Это журнал «Оперетта Лэнд», пилотный номер, которого вышел в ноябре 2006-го. Я тоже покажу нашим телезрителям камеру. И вот уже вышел как бы третий номер, на самом деле он второй, потому что первый был нулевой, мартовский. Вот раз в два месяца мы выпускаем журнал. 80 страниц содержательного и красивого журнала. Мы получили одобрение газеты «Культура», союза театральных деятелей. И получаем письма хорошие, очень отзывы о журнале, о его своевременности. Вернее, он еще должен был, как говорится, выходить еще, как всегда говорят, вчера. Это как бы журнал не только для любителей «Оперетты», но и для людей, может быть, которые не бывали никогда в театре. Но он их вполне может заинтересовать, потому что тут, допустим, в каждом номере есть кроссворд, гороскоп, такие вещи, любовный роман, мемуары. То есть аудитория обширная. Да, аудитория обширная. Ну и пишем о тех, кого когда-то или когда-то и сейчас видят по телевидению, и кто составляет легенду жанра «Оперетты». И, в общем, так вот и о молодых артистах. Мы еще поговорим об этом журнале, конечно. Но все-таки, возвращаясь... Это наше свободное время. Да, это наше свободное время. Я хотел задать вопрос. Вы меня опережаете. Какое же у вас хобби все-таки? Я вот пытаюсь здесь допытаться. Есть хобби у этих великих артистов? Да, хобби. Сохранение и развитие жанра «Оперетты». Это наше хобби. Хорошее хобби. Да, мы этим занимаемся. И тогда, когда уезжаем к себе в деревню... Вот деревню мы очень любим, и можно сказать, вот это, так сказать, наше увлечение. И все-таки, когда мы уезжаем из деревни, я смотрю на излучину Волги и говорю, вот в следующее лето я порыбачу. Тем более, что теперь у нас Сережа проявляет очень жаркий интерес к удочкам, там... Младший сынок. Да, вещам. Ну, вот так мы приедем в деревню и снова будем делать очередной журнал. Писать пьесу. Да, писать очередную пьесу. Сочинять режиссуру, так сказать, очередного спектакля. Да, мы еще одну затею придумали, которая нам не дает покоя. Этим летом будет проходить открытый конкурс артистов оперетты. Так что нам есть чем заниматься в свободное время. А кроме того, мы достаточно активно работаем в театре. А работа в театре актерская предполагает все-таки занятие и этой темой дома, и так называемое свободное время. Я знаю, что вы в студенческие годы, когда учились в Ленинградской консерватории, подрабатывали манекенщиком, если можно так назвать. А в этом периоде можно немножко сказать? Тогда называли манекенщиком или официально в трудовой книжке записано демонстратор моделей одежды. Да, это была хорошая работа, она мне очень многое дала и пригодилась в дальнейшей моей актерской работе, потому что именно там я совершенствовался в своем умении носить не только военную форму, мандир, фуражку, но и штатский костюм. Вспоминая, извините, вспоминая те 60-е годы и годы 70-е, просматривая журналы мод, я видел неоднократно вас на эти журналы. Старые журналы мод, да. Старые журналы мод. Мода менялась, а я работал где-то до 68-го года, 67-го года. Ну вот, у меня мама тоже занималась рукоделием в те годы, и я потом видел вас уже по телевизору, на спектаклях. В то время, в те годы, конечно, уделяли больше внимания культуре и именно вот этому жанру. Замечательные были спектакли «Летучая мышь», «Сильва», и где вы... На телевидении очень много показывали тогда оперетты, причем целиком спектакли. Даже вот просто лично у меня, в которых я участвовал, это «Веселая вдова», снятая ленинградским телевидением. Она назвалась «Ганна Главарь». «Ганна Главарь» называлась. Граф Люксембург, Татьяна Шмыга играла, Анжель, а я Рене. И потом сняты были и «Веселая вдова» у нас была снята. И «Девичий переполох». И бесчисленные, так сказать, всякие программы из колонного зала, и как там еще, новогодние «Огоньки голубые». Конечно, да. Дело в том, что вот, как ни странно, любовь к жанру, она не угасла. Потому что, хотя бы судить по тому, и я уже повзрослел, мягко выражаясь, и тем не менее, когда на улице довольно часто узнают, да, меня, и женщины, и мужчины, вот. Это говорит о том, что они помнят, и они знают, и любят. Потому что, когда что-то не любишь, то не запоминаешь, и потом актеры не узнают. Вот, и так что я полон надежды, что жанр еще, как говорится, еще живет в сердцах зрителей, и наступят еще более лучшие времена, чем сейчас и были. Вы когда-то пробовались в стажерскую группу Большого театра? Вы хорошо прочитали мою книгу. Пробовался. Пробовался и на последнем туре с оркестром, как бы провалился. Мне рекомендовали через год поехать сначала в какой-нибудь эфирийный театр, да, попеть там один годик. Потом сказали, что им понравилось, чтобы я приехал, и тогда снова прослушался. Но я поехал в Новосибирский театр музыкальной комедии, и на этом с оперой все было, так сказать, кончено. Потому что я начал работать в этом жанре активно, полюбил его. За первый сезон я отрепетировал шесть центральных ролей, сыграл из них только пять. Шестая была, это Хиггинс в мюзикле «Лоу. Моя прекрасная леди». Прошел генеральные репетиции, театр уехал на гастроли, и в начале следующего сезона я должен был играть уже Хиггинса. Но я уже не вернулся в Новосибирск, потому что получил два предложения в Ленинградский театр, музыкальная комедия в московский. Почему-то выбрал московский театр оперетты, о чем не жалею. Ну вот так. И преданное... И с оперой было все закончено. И преданное этому театру уже много-много лет. Да уже, да. Вы, когда прощались с Новосибирском, я вот почувствовал эту немножко грустную ноту расставания с этим коллективом. Вы так это описали, что, откровенно говоря, у меня даже кому горло подошел. Когда вы уезжали, когда поезд увозил вас из Новосибирска. Да. И вы задавали себе вопрос, правильно ли вы поступили в этой жизни. И неизвестно, как бы жизнь обернулась, если бы вы остались там. Меня тащил паровоз. А если выразиться иначе, судьба тащила, как паровоз, меня в Москву. И, конечно, первый театр, это, как принято говорить, как первая любовь. Я даже... Ну, первый театр, это первая любовь. По-настоящему, по-настоящему, настоящее первое дело. И, конечно, мне так активно прожившему этот сезон в Новосибирском театре музыкальной комедии, я как бы разрывал сердце на части. Да. И так получилось, что я вышел на... Оказывается, я ехал в последнем вагоне. И когда вышел на площадку, то рельсы убегали, оставались, а поезд уходил. Я должен признаться, что я просто рыдал. Рыдал, мне было жалко. Театр, я вспоминал своих товарищей. Весь коллектив. Там очень, не знаю, как сейчас, но в то время был очень дружный коллектив. Ну, все гримеры, костюмеры, актеры, все это было... Причем, Новый год встречали почти в одной квартире, или, по крайней мере, в двух квартирах весь коллектив встречал. Вот так это было. Ну, и потом, это все-таки актеру, что нужно, активная работа, была активная работа. Шесть ролей за каких-то восемь месяцев, это здорово. Жанночка, скажите, а вы, когда впервые вышли на сцену, как вы ощутили атмосферу коллектива, уже московского театра? Принял он вас? Не было ревности или каких-то ли... Я ее не ощущала, если даже она была... Да, то вы смело... Я никогда не обращала на это внимание в театре, ни тогда, ни сейчас. Ну, Жанна театральный человек, потому что она все-таки родители ее актеры, и она родилась за кулисами театра, и с детства... Родная атмосфера. Я с детства знала, что такое театр, поэтому пошла бы это совершенно органично. А как вас принял в московский театр? Да нормально. По-моему, даже замечательно. Ну, как сказать, я пришел сразу, все-таки, уже слегка оснащенный актерским, так сказать, умением. Я не люблю слово мастерство. Актерским умением. Вот. И, кроме того, данные были хорошие, я был нужен театру. Меня приняли достойно, и ведущие актеры, и, допустим, Александр Зинович Горелик, «Царство его небесное», он сразу определился, как мой наставник, он сразу меня стал опекать. Хотя я шел на его роли, вот он, я шел на его роли, и он меня опекал. С удовольствием. И, в общем, старики приняли очень хорошо. И молодежь в то же время, а молодежь была моложе меня, потому что я все-таки пришел в театр только в Москву в 33 года, а ребята были по 23, по 25, 27. Вот, поэтому они были младше меня. Им ничего не оставалось делать все-таки, как считаться с моим возрастом. Всякий театр – это как бы живой организм, он проживает две жизни – публичную и закулисную. Да. Иногда, и даже болеет как живой организм, естественно, все это присуще в этом живом коллективе. Скажите, естественно, что там бывают интриги, склоки, раздоры. Я знаю, что вы очень коммуникабельный человек, и вас этого никогда не касалось. Вы знаете, вот Жанна уже сказала, что она этого не замечала. А если что-то и замечала, то на ее жизнь в театре, на ее поведение, на ее отношения с партнерами это не влияло никоим образом. Вот так у нас в семье и ведется. Да, потом, насчет интриг в театре, меня всегда удивляет, когда говорят насчет театральных интриг. Да. Не больше, чем в любом офисе, не больше, чем на любом заводе или в любом цеху. Ну, точно такие же интриги, если это можно назвать интригами, на том же уровне. Наша жизнь практически не отличается от жизни остальных людей в этом смысле. Потому что в каждом офисе есть какие-то подводные течения, в каждой организации есть какие-то, я не знаю, люди хорошие, плохие, есть сплетни, есть еще что-то. Ну, то же самое и в театре. Кроме того, у нас же есть показатель, на какую-то роль, вот, допустим, желают трое, но только один из них может взять то верхнее ля, которое написано в партии. Ну, все, извините, все остальные должны отодвинуться. Ну, конечно, многое зависит от руководителей, но тем не менее. Мастерство определяет статусность артиста в каждом коллективе. Скажите, вот в драматургии часто есть такой термин «пошел по экспромту». Случались ли у вас экспромтные какие-то моменты, то есть отход от текстовой базы, роли? Ну, в музыкальном ряду там моторика работает, потому что я немножко знаком с этим, поскольку пишу музыку тоже. Музыка написана, текст в музыке написан, все нормально. А вот такие, кажется, были, наверное? Ну, в оперетте же, как была раньше такая поговорка, что днем в газете, то вечером в куплете, как у эстрадных артистов, так и... Ну, злободневность всегда присутствует. О злободневности достаточно. Ну, вот Жаннин Папа, он был и в роли Простаков играл, Бонни, Тони, такие, кто знает оперетту, и роли характерные, и роли комические. И вообще был в жизни человеком большим чувством юмора. И очень... Он вообще на сцене был, как рыба в воде, если можно так выразиться. И вот поэтому у Жанны есть целая, так сказать, ну, такая серия, как бы, рассказов от папы, анекдотов от папы, экспромтов от папы. Нет, ну, просто всегда, как бы, любой театр, комики в любом театре славились какими-то своими экспромтами. Кого Вы вспоминаете ностальгически и с любовью из своих первых педагогов Ленинградской консерватории? Вы хорошо спросили первых педагогов, потому что, на самом деле, я учился очень трудно. Сначала учился на вечернем отделении, а днём занимался, так сказать, работал, служил в армии. Да, учился трудно, и поэтому я... Со мной педагоги возились. Это были добрые, талантливые, замечательные педагоги и великолепные люди. И я помню, поэтому я, конечно, вспоминаю всех от первого до последнего. Надо же, всё-таки, чтобы столько было у студентов-педагогов по вокалу. Первым педагогом у меня был Николай Григорьевич Гришанов. Потом Пётр Гаврилович Тихонов. Потом профессор Ольховский. Потом он меня передал Наталье Дмитриевне Болотиной. И вот уже в последние годы она со мной мучилась. Ну и, в общем, на выпускном экзамене... Да, у них был прекрасный тандем у Натальи Дмитриевны, потому что у неё был замечательный концертмейстер Екатерина Фёдоровна Расславлева. И вот в своей книге я как раз поместил их портреты, своих педагогов. А в Москве эту эстафету, так сказать, работы надо мной приняла профессор Дора Борисовна Белявская. Это выдающийся вокальный педагог, который выучил и Татьяну Ивановну Шмыгу, и... Тамару Синявскую. Тамару Синявскую. Вот. И Владимира Ивановского, солиста Большого театра тоже. Вот. И сейчас мы с Жанной занимаемся, с Мариной Петровной Никольской, с дочерью Доры Борисовны. Да, и занимаемся, стараемся заниматься регулярно. Вот. Но иногда шалопаничем пропускаем, что не идёт нам на пользу. Вот так вот. Да, педагогам со мной нелегко было, потому что голос как таковой имелся и сильный. Всё-таки я был ротным запевалой, когда в Суворовском училище, в Курсантовском. Голос был сильный, но... Но балбес был такой шалопайстый парень. Очевидно, не очень серьёзно относился к занятиям. Не знаю, что мешало. Вот сейчас я уже студентам говорю, ребята, не теряйте эти годы, не теряйте эти минуты, пока вы студенты учебного заведения. Надо серьёзно работать. Да, с любовью. С любовью вспоминаю этих своих учителей. Скажите, смена педагогического состава сказалась положительной или отрицательной на вашем... Вы знаете, я никогда не переходил сам. Меня всегда передавали из рук в руки. И это, конечно, они искали. У кого-то не получалось, они меня отдавали. Я ни разу никому не изменил. Меня передавали. И по-прежнему у меня оставались не дружеские, а тёплые и уважительные отношения к педагогу. И у педагога со мной спрашивали, ну как? Что там? Я говорю, ну как будто бы что-то начинает проясняться. Ну дай бог тебе, дай бог, дай бог. Поэтому, конечно, это шло на пользу, бесспорно. Хотя на маленькую, но на пользу. Каждый преподаватель, каждый педагог имеет свою манеру преподносить свои знания, своё видение артиста будущего. И вот это разнообразие, мне кажется, пошло вам на пользу. Пошло на пользу. И дело не потому. Дело в том, что педагогика Ленинградской консерватории в то время, они общались между собой, они все пели в одном или в другом театре, в Мариинском или в Михайловском. Они были партнёрами. И все эти учителя в своё время были интересными, яркими певцами, общались друг с другом. У них была, ну я не могу сказать, единая школа. Но они соотносились, эти школы. Поэтому, так сказать, не было так, что тебя учили плохо, теперь я тебе не так, неправильно, теперь я тебя буду учить верно. Такого никогда не было. И, кроме того, были необыкновенно порядочные взаимоотношения среди педагогов. Вот это, я бы сказал, очень, по-моему, отличает то время от сегодняшнего. Что вы имеете в виду под словом порядочность? Интересно. Во-первых, добрые, порядочные отношения, порядочные, порядочные, когда человек честен, открыт, когда педагог педагогу может сказать, ты знаешь, мне кажется, что у его ученика там вот не получается, потому что вот потому что, тот говорит, да я пыталась этим заниматься, это вот там какой-то приём упражнения. А вот может быть так, они все делились друг с другом опытом. И одна цель была сделать хорошего артиста. Конечно, никакой ревности, ничего. Дора Борисовна Белявская с удовольствием ходила на уроки в другие классы и всегда с чем-то приходила. Это великий педагог по вокалу. А когда к ней кто-нибудь приходил в класс, она с удовольствием делилась своими знаниями, своим опытом. И поэтому у неё есть много даже таких. Она была педагогом-практиком и в то же время она никогда не отклоняла просьбу что-то описать из своей практики, то есть вывести как научный труд. Не, как говорится, не делая вид, что она какие-то там... Ну, это, кроме того, это люди были скромными, интеллигентными. Так что было чему у них учиться. Я напомню, дорогие телезрители, что у нас сегодня в гостях народный артист России Герард Васильев и заслуженная артистка России Жанна Жердер. Жанночка, к вам вот вопрос. Я знаю, что вы, кроме своей артистической деятельности, всё-таки как бы тоже примеряете костюм режиссёра. Активно, я бы сказал. Активно, да? Давайте поговорим об этом спектакле «Золушка». А, нет, в «Золушке» Герард Вячеславович участие не принимает, он только как консультант. Ну, это тоже участие. Как в оперете есть такая кухма. Кто приготовил шервет? И мужчина отвечает, я приказал, жена приготовила. Она осуществляет общая художественная руководство. Да, да, это шутка, конечно. Всё, это я только, так сказать, как член семьи. Да, да, вот должна состояться премьера в Московском театре оперета и мюзикла «Золушка». Это как бы своеобразный ремейк того старого фильма, который мы все помним, с Жеймо, Концовским, Раневской, Ариным. Ну, по крайней мере, нам как бы хотелось, чтобы этот спектакль стал своеобразным воспоминанием о том фильме. Тем более, что в апреле исполняется 60 лет со дня выхода того фильма на экраны. Вот. И замечательный композитор Андрей Семенов написал довольно интересную, как мне кажется, музыку. С громадным удовольствием я работал, потому что у нас с Жанной оказались общие эстетические идеалы в прошлом. Мы оба любим этот фильм, мы оба любим Евгения Шварца, мы оба любим красивые сказки. И поэтому у нас работа протекала, я могу сказать, ну, безоблачно. Там смело можно сказать, что там, по крайней мере, четыре шлягера присутствуют, которые, будем надеяться, зритель будет тут напевать, выходя со спектакля. Мы немножко по-другому раскрыли образы. Конечно, Раневскую нам не найти, но у нас не менее замечательная актриса исполняет роль мачехи. Это Елена Ионова и Валентина Беликова. Короля великолепно играет народный артист России Александр Маркелов. Фею играет Светлана Павловна Аргузова, народная артистка России. Да, то есть, ну, как бы очень сильные актеры. Актерская группа. Да, у нас три великолепных Золушки. Это Василиса Николаева, Юлия Гончарова и вот наша студентка с Герардом Вячеславовичем, Ольга Белохвостова. Четыре замечательных принца, каждый разный. Я даже думаю, что зрителям будет интересно пойти посмотреть сначала одного принца, потом другого, потом третьего, потому что спектакль получается совершенно разный. Ну, конечно, каждый актер имеет свой характер, действительно. Вот. Очень интересные декорации придумала художник Галина Маркелова. Очень интересное решение. Великолепный мастер по свету у нас. Да, у нас один из самых лучших сейчас в России мастеров по свету, художников по свету, работает над этим спектаклем Анатолий Кузнецов. В общем, ну, будем надеяться, что... Балетмейстер. А, замечательный балетмейстер Сергей Зарубин, потрясающий балетмейстер. Который уже не первый спектакль в Московском театре опереты делает. Им поставлена фиалка Ман Мартра, моя прекрасная леди, и вот сейчас он работает на Золушке с нами. Дети у нас в нашем... Да, вот я хотел спросить о детской группе. Детский Бродвей, это очень интересная студия, где ребята учатся не только танцевать, не только петь. Они ставят маленькие спектакли, то есть такое всестороннее образование получают. И вот художественно-театральное. Детки совсем маленькие, там, по-моему, от 4 до 8, что ли, или до 7 лет. Вот они будут тоже принимать участие в нашем спектакле. Это эльфы. Эльфы. Эльфы, да, они будут с крылышками бегать, помогать феи. И они очень интересно репетируют, потому что они смотрят, это большие декорации, это их первое участие в большом спектакле. Во взрослом проекте. Во взрослом проекте, вокруг эти дяденьки и тетеньки. А ребята так прекрасно ориентируются на сцене, что, глядя на них, уже получаешь удовольствие. То есть, это такая благостная, добрая атмосфера для нас. Сказка. Ну, пока, да. И Шварц. Так что вот, и сколько времени, в общем, спектакль у нас, ты репетируешь его? Ну, уже с ноября месяца. С ноября месяца спектакль репетировался. Ну, как бы он пущен, запущен был в производство в конце ноября. Говорят, что оперетта – это сказка для взрослых, в которой есть слово, музыка и танец. И поэтому этот жанр обречен на успех. Вы с этим... Конечно, обречен. Потому что, на самом деле, оперетта – жанр универсальный, подходящий всем, вне зависимости от возраста или каких-то профессиональных занятий. Человеку всегда нужно отдохновение, душевное отдохновение, которое, я считаю, ну, можно получить только в нашем театре. Тем более, что, как говорится, на всякий вкус и на всякие пристрастия, кто любит, есть спектакли, где больше, как бы, драматического содержания, есть спектакли, где больше легкой музыки, а в другие спектакли, где есть больше хореографии. Есть лирика, любовь, прекрасная музыка, шутки, как правило, всегда в наше время довольно-таки аккуратные и смешные по сравнению с тем, что сейчас... Звучит на эстраде или даже по телевидению, да, с экрана. Ну, как бы, это хорошее развлечение для интеллигентного человека, я бы сказала так. Раньше музыкальное сопровождение осуществлялся фонический оркестр. И сейчас. И сейчас, да, настоящий театральный оркестр. Большой симфонический, называется Большой симфонический оркестр. То есть, компьютеризации электронной нет. Нет, нет, нет. Дело в том, что живой, тёплый звук инструментов. Разные театры ставят разные спектакли с разной музыкой, и если в этой оркестровке требуется электронный инструмент, то он и работает. И есть спектакли, в которых нужно джазовое звучание. Шумовой эффект, гром, дождь. Появляются, появляются саксофоны. Ничего специального. Но, в принципе, основы это, конечно, театрального симфонического оркестра. Ну что ж, друзья мои, мне не хочется с вами расставаться. Но регламент нашего эфирного времени не позволяет нам говорить. Вы бесконечно интересные люди. С вами можно беседовать на тему этого величайшего искусства долго и много. Я надеюсь, мы обязательно с вами ещё увидимся, конечно же, встретимся и порадуем наших телезрителей беседой об этом замечательном искусстве, об этой величайшей сказке для взрослых и детей. Я хотел бы, как бы, в завершении нашей программы ещё один задать вопрос. Кто ваш нынешний зритель? Какой вот возрастной ценз? Ходит ли молодёжь к вам? Ходит, ходит. Замечательно ходит молодёжь. Я даже больше скажу. Очень многие, придя первый раз в театр опереты, находят для себя эту отдушину. И вот у нас есть друг такой, Николай Кожуховский, замечательный художник. Вот его сын, придя однажды к нам в театр, теперь водит за собой целую компанию. Молодых людей. Людей, которые с удовольствием посещают все спектакли, все премьеры, тусуются потом на сайтах оперетчатых. Очень многие впервые приходят весной. Ну, когда почки набухают в гору любви. А потом привязываются, прикипают, находят свою нишу в нашем жанре. И чаще всего именно так и происходит. И встречая уже людей в возрасте, таких, как бы, ярых поклонников нашего жанра, и спрашивают, а когда вы начали ходить в оперетту? Мы говорим, в пору любви. Мы знаем много интересных историй по этому поводу, как люди, как случилось так, что они полюбили оперетту, и какую роль оперетта сыграла в их жизни. И поэтому мы совершенно уверены, что мы занимаемся нужным и полезным делом. Ну что ж, вот на этой хорошей оптимистической ноте я хотел бы закончить нашу передачу. И, как бы, достать рояль в кустах для этой очаровательной нашей гости, Жанны Жердер. Подарите ей эти розы. Пусть ваш путь, творческий путь, жизненный путь, всегда будет услан вот этими замечательными цветами. Счастья и любви вам. Спасибо. На этом, дорогие наши телезрители, мы прощаемся с вами. Желаем вам всего хорошего. И до новых встреч с такими замечательными людьми в нашей передаче «Я горжусь своей страной». А вам огромное спасибо, что вы нашли несколько минут побывать в нашей студии и порадовать наших телезрителей. Огромное спасибо вам. Здоровья. Спасибо вам. Спасибо.